женщины вы удивительные люди ко мне пришла одна женщина муж стоял за дверью она говорит олег геннадьевич у меня мужик вообще вот понимаете ну вот я стараюсь изо всех сил никаких изменений нету как с ним можно жить я говорю а где муж то он грана горит а он за дверью стоит игру пригласите его и мы начали общаться с мужем она говорит ну вот вот олег геннадь он курит я говорю вы курите он говорит я уже почти бросил я раньше курил 10 сигарет а сейчас курю меньше одной в день она говорит не хочет молиться я говорю вы молитесь он говорит полчаса в день молюсь и так далее то есть она делала утверждение потом я его спрашивала оказалось совсем иначе все не так и знаете в чем проблема заключается проблема заключается в том что она не поняла что она вышла замуж за мужчину в этом проблема потому что в мужской психике перемены происходит крайне медленно и крайне трудно мужская психика она очень сильно направлена в одно направление пусть даже в деградацию и поменять рельсы очень сложно мужчине надо прилагать колоссальные усилия чтобы поиск поехал в другую сторону а женщина она просто не понимает что это так и говорит нет он как бы не меняется вот смотрите она сейчас рассказала этапы победы над своей судьбой это не обычный человек главные этапы уже пройдены слушайте внимательно первый этап человек просто начинает несмотря на ситуацию не бросая близкого человека начинает правильный путь то есть человек обращается к богу начинает духовной практикой заниматься начинает работать над собой и при этом сохраняет семью находясь рядом с человеком который деградирует человек невежестве или вторая стадия она утверждается в своей работе над собой утверждается в духовной практике и создает еще структуру в которой она дает заботу другим в этой духовной практике в данном случае это клуб благость смотрите что дальше в этот момент когда она утверждается он останавливается своей деградации но женщине это понять невозможно потому что она же хочет сразу чтобы он в облаках летал он не летает теперь смотрите что дальше происходит она утверждается в своей и и побеждает фактически свою судьбу в тот момент когда женщина чувствует вот это чувство когда приходит несмотря на то что у меня муж деградировал как она говорит хотя он уже в это времени деградирует я чувствую себя хорошо у меня жизнь наполнена у меня все хорошо поднимите руку женщину кого-то как такое произошло сейчас пожалуйста я вас умоляю не бросайте своих близких людей вы уже всю основную работу сделали понимаете вы потом дальше только хорошие будете видеть в этот момент он уже не может деградировать дальше все его деградация останавливается и он начинает улучшаться но его попытки улучшаться кажутся для женщины просто мизерными потому что он мужчина не женщина женщина из своей на лекции раз и все поменяла в жизни потом раз и надоело все им этим заниматься опять живу как раньше все очень быстро понимаете мужчин так не бывает а вы согласны с тем что говорили я может что-то сочиняю сейчас он живут стал чуть-чуть лучше стал здорово скоро будет еще лучше еще там конечно всегда будет хотеться больше чем есть на самом деле какова природа женская хочется всегда больше от мужчин знаете мужчина эксплуатирует весь этот мир а женщина эксплуатирует только мужчин поэтому она никогда не согласится с его несовершенство потому что там находится объект ее наслаждение и на в мужчине находится объект женского наслаждения в этом мире ее сознание направлено только в одну точку вы бога поставили выше мужчины это от победы для любого человека начать бога высший человек оставит вся его жизнь становится прекрасно это называется вера в бога остальные все люди верят людей из три типа людей одни люди верят в людей это люди в страсти они верят в свою мечту и всегда ради этой мечты живут они думают что у них будет светлое будущее вот это роман несмотря на то что олег геннадь сказал что такого нет у меня все равно будет это люди в страсти они верят в это вот вот это вот принц на белом коне там и все прочее вот это вот дурманом сладким веяло они в это верить ради этого живут что когда-нибудь это к ним придет есть люди в невежестве которые верят только в себя и хотят на храпом победить этот мир люди которые через насилие действуют все женщины что мужчины такие люди несомненно потерпят неудачу в жизни есть еще третья категория людей это люди которые поняли что на первом месте всегда в жизни стоит высшая личность или святость да человек это понимает тогда все остальное в его жизни обязательно устроиться обязательно на сто процентов когда он сдаст свой экзамен дополнение вполне небольшое